да что такое это ваше сопротивление цитаты великих биткоинов мая 2019 года вау ребят это был невероятный рост не так ли и альткоины в какой-то степени не уступали биткоину в росте и даже ripple сегодня наконец проснулся хотя даже несмотря на это доминирование биткоина доползло до 60 процентов и такого не наблюдалось с 2017 года но сейчас я хочу чтобы вы запомнили следующее биткоин за 8000 долларов это очень важно психологически на самом деле вся эта ситуация была бы для меня очень радостной если бы я докупал в это время биткоин но честно говоря я этого не делал но зато за прошлый период я докупал эфириум и в принципе тоже доволен для справки я все еще очень хочу получить как можно больше прибыли от этого роста но я уверен многие не знают как теперь действовать в краткосроке ведь немногие из нас ожидали что биткоин продвинется так далеко лично моя стратегия остается очень простой если вы читаете мой телеграм вы знаете что я просто один раз в месяц покупаю крипту на фиксированную сумму при этом абсолютно не обращая внимание на курс а продам я ее например и 2022 году ну или адам своим детям чтобы лет через 50 они могли оплатить поход в музей дабы узреть своими глазами как выглядел американский доллар но это я уже совсем конечно зафантазировался кто знает кто знает но сейчас если вы трейдер нужно быть готовым коррекции мало ли вдруг битфин икс банкротится это определенно повлияет на рынок но скорее всего не так серьезно как в свое время повлиял mt gox но если предположить что этого не произойдет в ближайшее время то думаю сейчас нужно налегать на альткоин все мы хотим знать что заставляет биткоин расти так быстро для этого у мира криптовалюты есть несколько теорий заговора и самый популярный из них это предположение что тезер это немножечко скам а тем временем binance объявили что они перемещают большое количество тезер монет возможно чтобы покупать биткоины но чтобы разобраться в этом вопросе я собираюсь раскрыть три предположения во первых мы собираемся предположить что все теории о том что тезер помогает рынку на самом деле неправда да я знаю что это странное предположение но разрешите мне это сделать сегодня во вторых никакого технического анализа хотя я и считаю что технический анализ определенно имеет свое применение но когда биткоин пробивает все линии сопротивления которые могли быть построены я в этом начал сомневаться да что такое это ваше сопротивление цитаты великих биткоинов 2019 год в третьих криптовалютные биржи не манипулировали рынком чтобы получить прибыль после ликвидации всех коротких контрактов или шорт позиции спекулянтов это кстати говоря могло вызвать шорт сквиз конечно же ничего из этого не подходит для нашей ситуации да любое такое предположение может быть как и правдой так и ложью но ради аргумента сейчас мы с вами взглянем на то что мы точно наверняка знаем это фундаментальные индикаторы то на что мы сейчас смотрим это график цены биткоина в этом году это желтая линия является индикатором накопления и распределение но он так называется просто здесь достаточно все сложно описано но простыми словами ребята этот индикатор пытается измерить базовые спросы предложения конкретного актива то есть разобраться в том продают его или накапливают но вы поняли иначе говоря тот факт что это желтая линия почти весь год находится в огромном расхождении с графиком показывает что биткоин находился в состоянии накопления однако начиная с марта дивергенция растет еще быстрее что может продолжаться до тех пор пока цена не вернется обратно после коррекции но хватит ли количество биткоинов чтобы удовлетворить такой спрос да это закон спроса и предложения вы сами знаете что это значит но подождиди ты же говорил что не будешь использовать технический анализ в этом видео ну что я могу сказать ребята я лицемер много ли лицемеров вы знаете которые могут вот так просто признаться в этом но ведь сам биткоин доказал действительности правдивость этого индикатора поэтому я использую именно его этот график показывает количество неизрасходованных транзакций их еще знают как UTXO или же не растраченные выходы на биткоин блокчейн UTXO это выход который еще не потрачен в качестве новой входной транзакции ну если проще говоря ваш баланс в кошельке это и есть UTXO другими словами это увеличивающаяся линия означает что все меньше и меньше биткоинов перемещается а значит все меньше людей продают биткоин соответственно количество холдеров увеличивается что достаточно интересно эта линия еще никогда не было настолько высоко за все существование биткоина последний пик был в январе 2018 года но даже тогда мы не наблюдали такого высокого уровня вероятно это самое простое объяснение недавней активности потому что мы знаем это наверняка и это уже не догадки это факт но есть еще несколько позитивных индикаторов которые мы также можем обсудить биткоин проявляет себя самым прибыльным активом 2019 года опережая акции и нефть восстановление биткоина происходит в то время когда мировые рынки похоже находятся в смятении неопределенность еще более усиливается поскольку китай угрожает принять жесткие ответные меры в ответ на значительный рост тарифов со стороны белого дома ну и конечно же бакт сегодня мы с удовольствием уведомляем вас о запуске биткоин фьючерс контрактов от бакт на самом деле все это невероятно последствия настолько огромны что стали отличной рекламой для биткоина в конечном итоге существует множество причин по которым биткоин может расти но помните что бесконечного роста не существует это все на сегодня напишите внизу в комментариях что вы думаете по этому поводу и может быть я пропустил какую-либо серьезную причину тоже уведомите меня об этом как всегда спасибо за то что смотрите мои видео ставите лайки мне это очень приятно ну и конечно же не забывайте подписываться на канал если вы тут впервые а меня зовут богатейший ди желаю вам только богатеть в этом году и скоро увидимся и